Всем привет! Это канал GoodLookBlog и сегодня у нас на обзоре очередной девайс от New Balance. Давайте вскроем коробочку и посмотрим, что там у нас. А там у нас вот такие кроссовочки. Это чистейшая классика во всех отношениях. Да, в них нет каких-то современных супертехнологий, нет футуристического дизайна, но они однозначно будут привлекать внимание. Это просто офигительные кроссовки на каждый день от New Balance за 3 копейки. Почему за 3 копейки? Да потому что купил я эти кроссовки на Асос за 2095 рублей. Нет, ну вы представляете, я понимаю, что это не какая-то легендарная модель, но все-таки это как-никак New Balance. Да и вообще, что такое 2000 рублей в современном мире? Да ничего особо, в магазине продуктов даже на неделю не купишь за эти бабки. А тут кроссовки, причем не худшие. А вот, например, эту же модель продают на Азоне за 6990 рублей. На Асос они изначально были дешевле и появились около полугода назад. И к моменту, когда они стали продаваться в России, на Асос они уже были с 30-40% скидкой. По удобству. Казалось бы, тут нет ничего такого, чтобы в них было удобно. Думаешь, что тут все будет предельно ожидаемо. Однако, когда их одеваешь, ногам становится очень комфортно. Вот одеваешь те же Nike 270 React и в них, честно говоря, не чувствуешь уверенности. А в этих ходить одно удовольствие. К тому же, они довольно-таки легкие. В них очень мягко и удобно. Хотя лично я, в любом случае, бы выбрал Nike. Но это уже личные предпочтения. И как я уже говорил, они маломерки. Да, в них удобно, но большой палец все-таки вылазит. И со временем он деформирует форму кроссовка. По качеству. Швы тут вроде как ровненькие. Но, а какими они еще должны с другой стороны быть. Хотя, есть тут пару кусичков. Вот, например, здесь, да, неровно прошито. Или вот на этом кроссовке, так вообще какая-то, видимо, брак или что это такое. Видите, шов ушел за пределы материала. Везде торчит клей, но это не критично. Это не будет бросаться в глаза. Сами по себе, кроссовочки довольно-таки легкие. Прямо я бы сказал, невесомые. Вот этот и вот этот материал, это чистая клеенка. А вот этот уже замша. Ну, не замша, а спилок. Ну, вот. Ну, по крайней мере, натуральная. По вот этому материалу скажу так. Я думаю, что он такой легенький. И летом в них будет довольно-таки прохладно и продуваемо. Ну, нифига подобного. Он здесь толстый. Это на холодное лето или на весну-осень. Хотя у нас можно легко встретить человека зимой в летних кроссовках, а летом в зимних. Сама вот эта промежуточная подошва, она довольно-таки жесткая. И мне почему-то кажется, что в них будет немножечко не очень мягко. Вот тут нижняя часть подошвы, она обычная елочка, классическая. Ничего без всяких, опять же, технологий. Теперь давайте посмотрим, что там у нас внутри. Вытаскиваем стельку. Ну, все прошито. Внутри по материалам совершенно ничего особенного. Все очень просто и заурядно. А произведены наши кроссовки в Китае. По длине стельки. Тут даже нету 31,5 сантиметра. Хотя на ярлычке написано, что здесь целых 31 сантиметр. Соответственно, кроссовки будут маломерить. И меня это жутко бесит. Ну, зачем это писать, если это не соответствует действительности? Сами стельки, хоть и перфорированные, но ничего особенного тут нету. Просто обычная стелька. Со стороны может показаться, что я расхваливаю эти кроссовки. Все потому, что обошлись они мне почти бесплатно. И за большие деньги я бы, естественно, их не взял. А если бы взял, то нашел бы к чему придраться. Так как по ощущениям кажется, что они все-таки недолговечные. Но за эти смешные деньги все эти минусы исчезают автоматически. Ведь в душе понимаешь, что в любом масс-маркете кроссовки будут стоить дороже. А тут еще New Balance. И поэтому это просто идеальные кроссовки на весну и не жаркое лето. Они по-настоящему яркие, они дешевые, но в то же время нормального качества. Ко всему они подойдут почти к любой одежде. Да что там почти, абсолютно к любой. И самое главное, их совершенно не жалко, ввиду их стоимости. Относил сезон и выбросил. А вам понравились эти кроссовки? Если да, ставьте лайки. Если нет, напишите почему. Лично мое мнение, это отличное сочетание цены и качества. И помните, всегда покупайте себе одежду и обувь исключительно на скидках. Не стоит переплачивать за воздух. А это был канал Good Look Blog. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем удачи и пока!